еще раз добрый вечер давайте проверим как меня слышно сегодня у нас повтор тема черепашек болезни черепах лечения приема и диагностика лечения хорошо давайте начнем тогда про черепашек черепашки известны что относится к классу портовых у нас а у них имеется панцирь верхняя часть панциря называется кара пакс нижняя пластрона также как и все животные они у нас имеют голову до четыре конечности и хвост черепахи у нас также как и ящерицы змеи до прокодилы относятся к классу рептилий как и все млекопитающие у них есть позвоночник позвоночник черепахи хладнокровные и они не могут сами регулировать свою температуру тела поэтому не сильно зависит от температуры окружающей среды оптимальный диапазон температуры не 21 где-то 30 градусов все зависит от тех регионов где они обитают если они обитают засушливых в засушливых районах то там они находятся в более высоких температурах если они находятся в джунглях то там чуть ниже если например черепаху держать при температуре высокой то есть температура 35 градусов и температура не меняется то при такой температуре черепаха может погибнуть если температура до 23 до 28 постоянно держится то черепаха просто перестает есть становится неактивная знаем что в природе у нас в любом случае температура температура меняется воздуха да она может быть днем высокая ночью она низкая чаще всего и поэтому любом случае для оптимального содержания черепахи нужно обеспечивать колебание температуры в террариумах алгоритм клинического приема черепах он чуть-чуть отличается да вот значит когда к нам приносит черепаху то владельцев мы должны предупредить что черепаху нужно приносить не в террариуме там да если это красноухой с водой а в полотняном мешочке либо это должен быть отсадник специально если это в зимнее время то там должна быть грелка либо теплая бутылка с водой перед тем как мы принесут к нам на прием животное то животному не желательно давать каких-либо препаратов ну либо лекарств да и проводить какие-то манипуляции чтобы не изменить симптоматику но это связано со всеми животными которые к нам приходят на прием также желательно предупредить владельца чтобы он уже принес фекалии водной массы да если обнаружил паразиты значит это паразиты или какой-то другой материал который его смущает значит при осмотре мы должны собрать полное анамнезо животным также мы должны узнать о кормлении о содержании частые причины которые обращаются к нам это у черепаха текают веки черепаха неактивная впадает литаргию да и или анорексия вот но сам отказ от корма он не является специфическим для как бы как симптом для черепахи связано с болезнью потому что у некоторых черепах отказ от корма может быть либо когда это самка беременная последний триместр либо это если самец находится на при продуктивной активности какие вопросы мы должны задавать когда к нам приходит на осмотр значит первый вопрос это какое происхождение то есть откуда привезено животное либо она выведена в хозяйствах каких-то да или же это частный владелец у которого там черепашка одна и появились маленькие черепашки также выяснить по возраст черепахи сколько времени она находится в неволе если ее откуда-то привезли вот содержался ли она в группе либо одна если она содержалась в группе то нам нужно обследовать черепаху на наличии травм потому что у них может происходить там свои разборки не могут кусаться особенно это касается водных черепах всяких триониксов которые хищники являются как раз на ухе черепахи они очень часто наносит себе ну друг другу травма и также если они находятся в группе то соответственно их могут быть какие-то инфекционные заболевания или паразитарные дальше нам нужно выяснить значит какой террариум размеры террариума какое устройство террариума какие есть декорации потому что например если это также опять-таки красноухая черепаха и у нее есть мелкие камни в аквариуме то они могут захватывать их также может происходить попутных если это наполнитель мелкий вот если животное живет без террариума это бывает чаще у средней среднеазиатских держат так они свободно передвигаются в квартире то у них идет нарушение влажности и температуры воздуха так как в квартире она непостоянная да и плюс помимо этого они могут также загладывать какие-то инородные предметы если это растительно-ядные черепахи ну даже аквариумные черепахи они если есть искусственные растения они могут также их поедать нужно выяснить какая температура в террариуме днем и ночью какой источник обогрева у них если обогрев воды освещение если ультрафиолетовая лампа если необходима влажность воздуха вот и ну потому что влажность тоже для них очень важная если не будет достаточной влажности или влажность будет слишком сильная то может нарушаться линька либо наоборот могут быть обезвоживанию у черепах вот и также обязательно рацион чем кормят черепах особенно если это растительные ядные значит не должен быть разнообразный рацион в этом направлении если это хищники то у них тоже тоже быть разнообразные не только гранул магазины и бывает такое что черепах перекармливают на это тоже нужно обращать внимание тогда в этом случае устраивать разнообразные дни добавляет ли минеральные витаминные добавки и нужно выяснять когда как она ходит в туалет как часто да и какой кал оформленный или не оформленный также желательно выяснить когда они была последняя линька как она проходит когда чешуйки с панцирь отходит и были ли какие-то заболевания ранее отмечены то есть когда были отмечены и какие именно анализы сдавали либо обследование проводили вот так же какое лечение она получала если она болела все это выясняем также как часто у нас убирается аквариум дезинфекция проводите далее длина и спринт какие фильтры все это мы узнаем общий осмотр черепахи значит мы проводим общий осмотр данное наличие паразитов бывает у них в редких случаев но бывает мелкие клещи у змеи ящериц они конечно чаще встречаются черепах очень редко в основном если они будут в скучности и будет такой купили одну подсадили без карантина еще какую-то там непонятно на ум сном подыграли и так же подсадили к здоровым черепахам значит если есть какие-то поражения на коже то в этом случае мы берем пробу для исследований бактериологических либо не экологических исследований обращаем внимание обязательно на когти черепахи они должны быть все одинаковые клюв черепахи не должен иметь никаких наростов и не должен быть деформирован так как это мешает прием пищи черепашки обязательно взвешиваем черепаху смотрим панцирь прочность панциря до прозрачность бывает такое что цвет панциря чтобы он был не сильно светлый но это зависит от черепахи если неправильное питание не хватает допустим витамина d да и кальция то соответственно черепахи или если недостаток ультрафиолета черепахи будет панцирь мягкий и может быть деформирован есть такой вид черепахи какой эти триониксы они без панциря ну как у них кожистый панцирь получается она кожистая черепаха еще называется и у них получают у них не будут отсутствовать раковые пластинки их еще называют мягкотелые глаза у черепахи должны быть хорошо открыты блестящие не склеенные не отекшие никаких мутных выделений из глаз черепахи не должно быть любые изменения это уже сигнал о том что у черепашки есть какое-то заболевание носовые отверстия также должны быть чистыми изо ртовой полости никаких выделений пенистых и провалов также не должно быть если есть какие-то выделения мы также берем можно взять их на обследование да если изо ртовой полости можно посмотреть на наличие стоматитом или там повреждений причины заболевания черепах они могут быть разнообразные причинами у нас могут служить если есть контакты с больными животными травм различные на коже на панцире черепахи падают на черепах наступают так как панцирь защищает внутренние органы черепахи то соответственно это может привести к бибель стрессовое состояние могут стать причиной это когда переезд либо смена климатических условий черепаху привезли допустим с природных условий где она жила и посадили в террариум тоже сможет стать причиной заболеваний неправильное питание как кормить черепаху и чем при стоматите но там лечить на стоматит можно конечно отправить потому что это может быть бактериями какие-то бактерии чаще всего является причинами да в принципе стандартное лечение стоматита это антибиотик назначает и лечит уже местным формование кормить на мягкой пищей также кормите в принципе ничего не ну не дадите если это простительно ядное то можно мягко просто сделать как типа каша обычно если их насильно кормит то им как зонт ставят и через зонт кормят но даже если незначительный стоматит они сами принимают пищу и единственное что черепаха может допустим не каждый день есть через день через два поэтому здесь как бы проще с этим но если условия не начать здесь автоматически чаще у них это чаще происходит из-за нарушений из-за нарушений как раз таки содержание у них это бывает ну так же стоматит чаще бывает у ящериц хамелеоны и змеи вот так же причина это нехват неправильное питание например если кормить однообразным у растительно ядных это бывает что кормят только зелеными кормами листья салата они очень становятся в неволе привередливые и поэтому могут есть например только листья салата или виноград а все остальное они не будут есть хотя им нужно разнообразие ну и бывает что им добавляет витамины минеральные добавки различные отдельно да они тоже могут их есть и если отсутствует ультрафиолетовая лампа нарушение температурного режима значит черепахи признаки заболевания черепах так как черепахи довольно спокойное животное да оно очень мало двигается хотя если черепаха чувствует опасность бежать она может нормально значит распознать заболевания черепахи довольно сложно и владелец не всегда в обмене обращается потому что если черепаха свободно передвигается по квартире она может куда-нибудь заползти и какое-то время там находиться особенно это в зимний период времени когда температура снижается в помещении и черепаха впадает в литаргию она прячется и засыпает и как бы считается нормальным это да в спячку впадать но в неволе нежелательный процесс потому что выводить из спячки это очень тяжело они могут погибнуть из-за истощения так как получают достаточно питательных веществ и не едят так положено перед самой спячкой значит как понять что черепаха не здорово если у нее будут значит такие симптомы как она например если это красноухи или водные черепахи долго плавает на поверхности и не погружается если черепаха вялая и не ест долгое время да но в любом случае например черепаха даже если вы ее кормите не каждый день но все равно интерес к еде проявляет красноухи они вообще обзоры вот вот в каловых массах если появилась димись крови если на коже и на панцире белый налет язвочки какие-то отекшие веки вот если отслаивается панцирь либо размягчается панцирь это деформированный и ну бывает такое что долго лежит наоборот при обнаружении каких-либо из этих симптомов владелец уже должен обучаться к ветеринару на осмотр черепах черепаха разнообразные заболевания существуют и делятся они на несколько групп заболевания костей панциря они у нас обуславливаются недостатком витаминов в организме в основном это кальций также болезни органов дыхания чаще ну либо ветеринар сам приедет да и смотрит черепашку вот и все необходимое сделать и вылечит черепашку значит болезни органов дыхания самым опасным является и чаще встречается которые к нам приходят это пневмония у красноухих черепах особенно у маленьких красноухих как раз таки когда было это по осени мы с этим сталкиваемся да ну вообще нету сезонности как бы а так вообще кто привозит с южных морей сонах сонах сочи маленьких черепашек им обычно говорят что они не растут вот такая маленькая она все время останется да пока не умрет умереть она может через две недели после того как ее привезли поэтому чаще всего у красноухих это встречается это кишечные заболевания которые вызываются либо бактериями либо паразитами паразиты у них тоже есть и иногда их видно это этих среднеазиатских бывает когда их видно невооруженным глазом да либо когда анализ дают можно их определить также заболевания органов слуха это тоже одна из частых причин обращения отиты это когда на голове в районе ушей ну где у них уши появляются округлые уплотнения и кожные заболевания это грибковые либо бактериальные природы любые заболевания они могут нанести так же как у других животных серьезные нарушения в организме черепахи и если не провести лечение своевременное то животное может погибнуть да да самая распространенная из болезней дыхательной системы уже сказала является пневмония она часто встречается особенно красноулки черепах пневмония значит может вызываться различными бактериями которые могут активизироваться в организме животных при разных условиях в основном это сквозняки переохлаждения и неправильные условия содержания черепах например если нету водонагревателя температура воды у черепах должна быть до 27 до 28 до 27 нормальная температура там выставляется если температура низкая 25 градусов 24 и плюс еще террариум стоит на подоконнике возле балконной двери это может быть как причина они значит черепахи получают переохлаждение и могут заболеть и плюс неправильное питание то есть когда не хватает каких-то витаминов и микроэлементов то это тоже может привести к заболеванию значит немания на три стадии обычно делится первая стадия это влажная или эксудативная она возникает остро и внезапно она обычно вызвана кратковременным содержанием черепах при низких температурах без корма и условия скучности то есть это когда транспортировка откуда-то в большом количестве черепах также в этот посадили в маленький отсадник с водой вода холодная да либо продажи на улице осенью когда температура снижена болезнь уже проявляется где-то через месяц как раз если брать осень это сентябрь октябрь когда люди приезжают из с морей с такими маленькими черепахами вторая стадия у нас пневмонии это сухая либо гнойная она значит развивается когда уже вроде бы стабилизировалась первая стадия вот либо же она может возникнуть как самостоятельной то есть первой стадии пропускаем да и возникает сухая гнойная она будет у нас длиться более продолжительное время и предшествует также резкое охлаждение и обезвоживание вот и последняя стадия она встречается очень редко но встречается это мекотическая пневмония вот эта форма бывает у тех животных у кого сниженный иммунитет да и также в плохих условиях содержится чаще попутно попадает в эту группу риска черепахи которых содержат в слишком влажном грунте в грязном грунте где опилки долгое время не меняются пыли очень много да либо когда черепаху лечат очень долго антибиотиками также недостаточность витамина бывает но это редко бывает вот но вообще пневмония лечится очень долго значит клинические признаки какое-то время пневмония может протекать вскрыто бессимптомно пока организм черепахи не истощается да значит когда у нее клинические признаки проявляются то первое это респираторный синдром появляется наиболее яркий признак это одышка черепаха может сидеть с открытым втом у них может присутствовать как бы кашливый рефлекс вот но это не всегда вот будет выделение эксудаты из ноздрей изо рта пенистое выделение значит дыхательные движения усиливают учащаются могут быть слышны хрипы при дыхании вот вот и слизь которая изо рта она как либо пена может тянуться вот черепаха при этом становится очень белая она мало двигается и чаще всего проводят время на суше прячется панцирь плохо ест не будет реагировать на какие раздражители особенно это касается очень маленьких черепашечек плавает такое такая черепаха будет на поверхности как дуёх она не будет тонуть соответственно плохо ныряет да и также во время плавания она может открывать рот и на какой-то бок направо или налево она может ну то есть получается она либо плавает либо один какой-то из боков у нее тонет подходит вверх значит можно при дыхании усовьи булкающие хрипы также это заболевание будет приводить к истощению потому что животное не ест могут появиться в дальнейшем отеки век и на глазах может появиться пленка пленочка либо выделение коричневые из глаз так сбор диагностика значит это обязательно сбор анамнеза как мы уже сказали да откуда привезли какой какая температура содержания клинические признаки вот осматриваем черепах это на стекле обезвоживания смотрим в каком состоянии у нас черепах находится рентген он у нас как бы помогает нам подтвердить диагноз и тяжесть болезни делаем мы его несколько раз во время лечения да чтобы оценить динамику значит нормальная легочная ткань будет иметь сетчатый рисунок если повышение плотности идет одного либо обоих легких то это уже предполагает наличие пневмонии если вот возьмем например пневмонии вот здесь четыре суммы изменения могут либо одной стороны быть либо двух также делают им кт и мрт проводят это уже может позволяет оценить количество и размеры чеков пневмонии лечение пневмонии значит антибиотикотерапия она у нас проводится конечно желательно сделать посев ну как мы всем рекомендуем владельцам чтобы подобрать лучше всего до антибиотик значит что здесь нужно запомнить что пенициллиновый ряд и тетрациклиновый ряд лучше не применять потому что это может негативно действовать на черепаху и привести к гибели значит какие можно можно цифалоспорины третьего ряда применять энерофлоксоцин торфенароны аминоглипозиты можно гимпенецин применять стриптамицин да значит если мы подозреваем анаэробную микрофлору то можно метронидозол так как у них будет обезвоживание мы можем применять значит мы можем применять раствор орлингера это 10-20 мл на килограмм взвешивать обязательно черепаху можно применять 5-ти процентной глюкозу холоть это можно раз в 12 часов значит если мы вводим большое количество жидкости черепахи то для этого так как мы не введем подкожную лапу никуда большое количество черепаху можно перевернуть вниз чтобы у нее головой вниз чтобы у нее все органы чуть это двинулись в сторону головы тогда это получится у нас интерцеломическим введением можно ввести жидкость но так чтобы не пасть там мочевой да и кишечник значит здесь у нас чаще всего применяют внутримышечные инъекции здесь выписаны некоторые лекарства которые могут быть токсичны для черепах это аверсектин там вишневского мазь гомовит катазолы применяют они вроде нормально не реагируют и вермек не применяют левмезол который тоже противопаразитарные препараты не применяют вот дальше значит ну и так дальше три вид это витамины жиростворимые да не принять но он как бы его применяет но он токсичный считается для них лучше отдельно витамин не b12 b1 и b6 дальше скажу три виды мне применяют и мы любит черепаху он как бы лучше для них вот значит симптомы когда лечит черепаху значит после первой инъекции первых двух инъекций и может стать лучше и как бы все прошло да черепаха здоровая вот чаще всего мы применяем байтрил два с половиной процента он им безопасен он нормально отличные действия рассчитывать тезировку можно 0,4 миллилитра на килограмм мышцы плеча делаем вот либо амикоцин это два с половиной миллиграмм на килограмм раз в 72 часа расстройствует значит если после назначения мы видим что у нас нет улучшений то через 3-4 дня можно назначить им уже аминогликозиды и черепаху держит значит желательно держать ее больше на суше фаху фаху в воде не так часто да но там он делают ванночки с ромашкой тепленькие и единственное просто температура должна быть 32 но нужно учитывать то что это только днем вечером она должна снижаться а значит при запущенных пневмониях у них уже могут появиться дерматиты да и отеки век в этом случае мы назначаем витамины ну и в любом случае даже когда начало можно витамины назначить значит витамины ну уже сказала да что не надо гомобидного использовать а и вид аминовид это не подходит значит что для них подходит или убит для них мультивид можно да это все можно и также уже говорила что им можно устраивать ромашковые ванны они там будут тепленькие значит заваривают ромашку и на 20-30 минут ну там до часа ее туда помещают а вода должна быть теплая когда заваривается ромашка и еще потом можно один к трем развести и потом уже черепаху перемещают после покупания ее условия среды покупают каждый день для улучшения значит профилактика пневмонии значит ну профилактика обычно адекватная но здесь как бы особо я думаю много значит нужно держать тепле да чтобы не было сквозняков также не было нарушения температурного режима в аквариуме там 25-30 температуру воды значит смотрите 25-30 воздухов должно быть около 30 ну помещение воздуха должно быть 30 в воду меняет по мере загрязнения 1-2 раза в неделю если используются хорошие фильтры то вода не будет так часто загрязняться для маленьких часто внутренних фильтров для взрослых черепах наружно используется вот и должно быть две лампы лампы накаливания и ультрафиолетовая лампа значит лампа накаливания 40-60 ватт да ультрафиолетовая это 5% рептигло самое хорошее вообще рептигло самое хорошее считаете вот высота лампы где-то 20-25 см значит если черепахи если есть возможность особенно в лет ну летом да если есть такая возможность стоить черепах можно выносить на улицу и даже на улице им сделать специальный втроек соответственно чтобы был чистый и черепаха какое-то время может находиться под естественным ультрафиолетом вот первое время пока она привыкает это не должно превышать начинают с 5 минут да и и потом увеличивают до светового дня ну и добавляют витамины обязательно в рацион и питание питание рацион питания не должен быть заболонсирован болезни органов слуха те самые которые чаще всего встречаются значит самая распространенная насытит и первое время он тоже может ну даже не первое а долгое время может также протекать бессимптомно 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 и впоследствии может приводить к серьезным проблемам значит отит у них отличается от других млекопитающих так как у рептилий у них отсутствует наружнее ухо знаете видели да вот органы слуха у них состоят из среднего и внутреннего ухо и есть еще и устахивает труба вот поэтому значит у них больше всего ну как бы больше вероятности заболеть чем у лекопитающих так как воспаление у них происходит в замкнутом пространстве и закупоривается сама и устахивает труба значит значит у них потих может как быть односторонним так и двухсторонним и отечность наблюдается будет если односторонне с одной стороны то будет с двух сторон это как отек двух щек если на картинку посмотрите здесь односторонний с одной стороны округлое упущенное у этой двухсторонняя здесь сильнее здесь чуть поменьше будет клинические признаки это шарообразной пик ухвости в области ушей также будет животное как будет чесать ухо до терепите и она будет себя беспокойно ощущать комфортно и она может также когда плавать заваливаться на бок чем старше черепаха тем больше вероятности у нее заболеть вот поэтому за ней снижается инвентит поэтому за ними нужно тщательно следить причины вот это его счастье большинство причин какие-то это в неправильном содержании как обычно то есть если черепаху правильно содержать состояние создать черепаха прекрасно себя чувствует неправильное содержание вот это нарушение значит это нехватка витамина а первую очередь значит это приводит к сильному шелушению кожи и последствию происходит закупоривание ушных каналов и воспалительный процесс начинается дальше если происходит долгие прогулки черепах по холодному полу также будут способствовать заболеванию паразиты они тоже нарушают целостность кожных покровок у черепашек и тем самым может проникнуть инфекция если снижается иммунитет тоже инфекция может проникнуть в организм черепахи переохлаждение является причина заболевания титом когда не меняет лампочку например если она перегорела в террариуме и температура в террариуме нарушается тогда тоже чуть пахнет заболеть лечение значит лечение тита тоже долгий процесс значит чаще всего конечно прибегает хирургическому вмешательству вскрывают этот абсцесс значит кроме того что нужно удалить гной нужно удалить саму капсулу и чистят страхи вы трубу значит после того как провели операцию хирургическая операция в любом случае понадобится потому что если просто применять антибиотики то это навряд ли приведет к выздоровлению значит после того как все это сделали да назначается антибиотик он где-то до 10 дней недели 10 если абсцесс не сильно большой пока начало то необязательно сразу прям оперировать можно дать время для того чтобы абсцесс дозрел и тогда уже скрыть его а пока лечить антибиотиками значит что можно еще применять для лечения это значит сухое тепло и температуру нормализовать террорины также ограничить черепахи доступ к воде то есть она допустим один два раза в день мы ее погружаем в воду все остальное время она должна суши находиться и витамины обязательно а и д следующий у нас кожные заболевания значит клинические признаки ну чаще чаще всего у нас кожные заболевания у черепах происходит из-за того что ну из-за из-за инфекции да травматические какие-то повреждения кожи недостаток опять-таки витаминов вообще недостаток витаминов у нее обо всем говорит когда ну и грибковые заболевания до дерматомикоза вот значит клинические признаки уже у черепах будет шелушиться и облазить кожа на морде панцирях лапах могут появиться зеленый либо белый налет либо зеленые пятна будут видно неровные пятна на панцире красного вот так на это черепахи да белые и до чешуйки они могут загибаться еще и вверх значит у кожистых значит чаще всего это шелушение кожи вот этот трионикс красивая черепаха мягкое тело значит у них тоже шелушение кожи происходит да значит у них могут быть более серьезные повреждения из того что панцирь мягкий вот значит заражение могут различные при ну как бы происходить заражение инфекции попадать да гир гипервитаминоз это переизбыток витаминов может быть недостаток витамина а и b абсцессы на коже также могут быть это когда поражение поражается в связи с травматизацией до либо паразитов грибы грибы чаще всего встречается значит причинами появления значит источник появления грибов в аквариуме это если не вовремя убрали аквариум почистили сам террариум и остались остатки несъеденного форма либо если черепахи содержатся с рыбками там с улитками с разными малюстками то погибшие рыбки также могут быть как бы источником такой грибок он может быть как в виде белых тонких ниточки ниточек видели наверное рыб тоже этот грибок поражает вот и тоже в связи с этим грибком могут начинаться абсцессы вот и начнем с микозы в черепах значит микоза чаще всего развивается у черепах как вторичная инфекция в отличие от вирусных и бактериально связано все то же самое то есть и и значит значит ну здесь здесь кислотность может меняться но там нужно смотреть в зависимости какая кислотность у вас будет для какой черепах что нужно да смотрят и если или восстановить уровень кислотности то это может пройти Там нужно смотреть, какая черепах подбирать. Чаще всего у черепах встречаются поверхностные микозы, это дерматиты, которые мы можем видеть внешне, на панцире или на коже. Есть глубокие системные микозы, это довольно редкое явление, они очень редко регистрируются. Такие микозы могут быть на фоне пневмонии, энтерита, каких-либо заболеваний. Внешне они проявляются шелушение, отслоение кожи, поражаться может шея, конечности, хвост. Значит, черепаха может выглядеть, будто на ней покрытая паутинка, когда она плавает, как нитки от нее будут отходить. Это если грибок сопролеет гниоз, вот этот рыбий, который от рыбы, пленка. Ну, как будто черепаха линяет. Черепаха еще может оклинять, ну, там нужно отличать. Значит, также может быть в виде язвочек, всяких разных прыщиков, черепаха будет вялая, она будет также сидеть чаще на суше. Могут наблюдаться покраснения на коже, и она может расчесывать кожу, да, инфицированную. Значит, щитки панциря отслаиваются у черепах, и при удалении щитка под ним, значит, будет либо здоровый щиток, либо разъеденный. Такое тоже бывает. Вот. При таком дерматите, ну, как бы язвочки и гниночки могут там присутствовать, могут отсутствовать, как на рисунке. Значит, у мягкотелых черепах у них будет встречаться язвами. У них сначала, как вот на предыдущей картинке было, у них сначала белый налет, как бы белые пятна, да, и если не лечить, то потом будут язвы на пластроне, также на лапах и на шеи называется еще болезнь красная нога. Значит, и они потом могут осложняться различными инфекциями, которые соединяются, да, в черепах может погибнуть. Ну, сначала вот так, может, начинается, да. Значит, у водных черепах может появляться в виде множественных язв, которые располагаются на пластроне, как раз, да, и они переходят на область мягкой кожи. Значит, если не лечить, происходит заражение крови. У них снижается мышечный тонус, активность, когти стираться могут, пролечи конечностей, на коже язвы будут с кровоизлиянием. И при заражении крови, когда щиток снимаем, то там может быть также заметна кровь, вот, а на ртовой полости будут педные ранки и кровоотечения, как пристоматитель. Но если и признаки есть, то уже можно сказать, что у них будет сепсис, заражение крови. Также у них бывает некроз панциря, вследствие этого, да. Значит, болезнь может проявляться как локально, так и обширно, да, в виде эрозии. Это обычно проявляется, вот, как на этой картинке, по бокам, да, и задней пластины. Вот. Пораженные участки, они покрываются корочками коричневыми или серыми. При удалении таких корочков обнаруживаются, значит, как бы, ну, обнаружить может быть поражение под ними. И там будет выглядеть самоповерхность воспаленной, вот, и также с геморрагиями. Значит, ну, и пятна эрозии, и эти будут эрозии, язвы, обнаруживаются, если снять вот этот вот щиток. Лечение. Все зависит, конечно, от того, какой грибок идет, лечит, да. Значит, если идет просто шелушение кожи, покраснение, отслоение щитков, то здесь достаточно, допустим, делать ванны. Это метиленовый синий, самый распространенный, его очень легко достать, он применяется для рыбок, черепашек. Достаточно добавить один-два кристаллика, да, чтобы окрашенная вода была такая бледно-голубая. Вот, либо же используют обычные, ну, уже готовые препараты, которые против грибов действуют, и применяются также для аквариумных рыбок, чаще всего это антипар. Вот, значит, если в этих синьки можно дольше держать, да, метиленовый синий, то в антипаре ее держат где-то до часу. Курс лечения месяц будет подтекать. Значит, поэтому это делаются в отдельном ацапнике, черепаха купает, потом промывают ее под краном и сажают обратно, да. Разводится на 1 мл, на 10 литров, ну, там написано на упаковке. Курс лечения до трех недель. При, когда идет покраснение кожи, то можно ванную с бетадином применять, он также заливается в отдельную емкость, и черепаха туда погружается на 30-40 минут. Такое купание нужно делать где-то 2 недельки. Бетадин будет обеззараживать кожу черепашки. Значит, в водных черепах на ночь убирают в сухой террариум без воды. Дальше, значит, можно применять мази противогрибковые, например, ламезин, да, 3-дерм. Это как раз когда на ночь мы убираем, мы можем ее обработать. И потом днем уже выпариваем синькой. И так же все по очереди начинаем, да. Клодримазол можно использовать. Вот, но только потом нужно смывать эту мазь водичкой, и только после этого помещаем в аквариум. Значит, у треониксов у них, там, в принципе, такая же ситуация идет, что их купают, да, в синьке, там, на 2 часа. Крем у нас, клодримазол, вот, и мажет пораженные участки. Вот, один раз в двое суток. Значит, так же где-то на протяжении 2-3 недель. Витамины им добавляют обязательно, и ультрафиолетовое облучение нужно. Ну, то есть лампа ультрафиолетовая. Если есть абсцессы, то они вскрываются и обрабатываются, как обычная рана. Значит, можно использовать такие растворы, как противовоспалительные травы, это кородуба, и купать их там же. Некоторые применяют байтрил. 2,5% только черепахи применяется. Можно совместно покупать, ну, колоть. Значит, если присутствует при микозах бактериальная инфекция, то морфолоксин им применяют 2%, либо байтрил колик. В пораженной участке мажут бинеоцином. Держат так же на сушке 15 минут, потом убирают остатки мази. В случае некрозов все то же самое. Удаляют, значит, черепаху держат на суше и удаляют вот эти некротизированные пластинки, щитки, дабы предотвратить распространение инфекции. Один раз в три дня мажут кожу противогрибковой мази, клацерамазол, мазерал. Между тем, как мажут, ну, то есть между этими днями, когда не мажут, да, два дня могут делать компрессы с флорбоксидином. Так же на протяжении двух недель. Если у черепахи очень сильное кровоизлияние, да, и сильно кровит, то здесь, в принципе, не противопоказано. Черепахи можно колоть децинон. Да, и можно добавить витамин С для порога сосудов. Парофилактика такая же, да, совершает уборку, замены воды, обеспечивает нормальным рационом витаминами. Перед тем, как овощи, если это супопутные, да, там овощи, зелени, дать черепахе, ее нужно обязательно помочь обработать. Втераримое освещение, опять-таки, да, вентиляция, ультрафиолет. И если появляется новая черепашка, обязательно ее нужно проверить на наличие заболеваний. Вот, в принципе, все, как всегда. Следующий недостаток кальция. Значит, если, ну, тоже встречали многие с недостатком кальция и дэминами, значит, если происходит недостаток кальция в организме, то у черепахи внешне проявляются дефекты. Значит, это также является одним из распространенных заболеваний и частым из-за того, что неправильное околомление, нет ультрафиолетовой лампы. Протекает она в разных формах и, ну, зависит, в общем, от самого заболевания, да, по стадии. Первое, что страдает у черепахи, это внешний вид. Тяжелее всего его переносят черепахи, которые растут, так как у них происходит формирование панциря, а панцирь, он играет в защитную функцию. Взрослые черепахи, они испытывают недостаток витамина кальция также в организме, да, но это больше приводит к, значит, к тому, что панцирь теряет свой, как бы, привлекательный вид, расслабляются в пластинке, плотность теряется, что тоже играет на важную роль. Недостаток витамина D у них диагностируется в появлении рахита, то есть остеопения и гипокальциния. Три вида, значит, остеопедические. По степени у нас, это одно собирательное понятие, которое означает низкую массу костной ткани. Значит, в норме панцирь у черепахи должен быть твердый, без ровный, без всяких различных бугрок и провалов, и однородного цвета, кукулообразный. У сухопутных он, ну, для сухопутных обтекаемый, кукулообразный обтекаемый для водных. Значит, различают три типа остеопатических, значит, поражений, остеопенических. Остеопороз – это когда идет одновременная потеря органического матрикса и минеральных веществ. Остеомоляция – это когда недостает минеральных веществ в костной ткани. И фиброзно-кистозный астит – это когда происходит усиленная ресорпция основного вещества кости, и она замещается фиброзной тканью, вот. Ну, и черепаха выглядит вот так вот. Таких много, особенно это как раз у сухопутных черепах. Значит, причины. Это, опять же, если в кормах нету кальция и витамина D, отсутствует ультрафиолетовое облучение, либо естественное, да, ультрафиолет, и некоторые корма будут способствовать вымыванию кальция из организма. Ну, это как бы, когда кормят, нужно учитывать, что может этому способствовать. Клинические признаки. Значит, у молодых черепах панцирь становится мягким, и иногда бывает такое, что ощущение, что черепах, ну, он меньше черепахи самой. Щитки загибаются вверх при росте и искривляются. Когда черепаха выросла, он уже становится твердый, да, такой плотный. Вот, у этих же черепах он, наоборот, будет оставаться, ну, так же мягкий даже, когда она вырастет. Значит, также может быть искривление конечностей. У взрослых черепах может наблюдаться провал в задней части карапакса. Вот оно. Вот такое вот уродство. Значит, это и происходит из-за того, что, значит, он просто не выдерживает, как бы, давления мышц, поэтому происходит вот такое вот западение. также весь панцирь, ну, панцирь, как бы, не особо может мягким стать, но панцирь будет становиться тусклым и может напоминать, как этот пластик. Вот. У старых черепах он становится мягким, очень сильно светлеет и тоже будет напоминать пластмассу. Черепаха будет казаться пустой внутри. Вот. Также у них будут наблюдаться, у всех черепах могут быть спонтанные переломы. Это как и у всех животных, у костей, да, кровотечение. И очень часто вы можете наблюдать, есть два заболевания, да, у них бывает недостаток, когда витамина, кальция и Д, витамина идет, да, а еще бывает подагра. Вот при этих двух заболеваниях будет, как бы, кровоизлияние на нижнем, ну, на нижнем панцире, если их перевернуть. Так вот, обычно это у старых наблюдается, но может у всех. Кровотечение будет наблюдаться при недостатке кальция и витамина Д. Выпадение кларки может быть. Также может наблюдаться то, что черепаха, когда пользует, она не может приподнимать свое тело и как будто плывет. Паралич задних конечностей, вот, ну, то есть слабость или порез задних конечностей, вот, а водные черепахи, они будут только плавать и не смогут забраться на свой плотик и могут утонуть, вот, поэтому, ну, такие, это для всех могут быть. Ну, при оступении также возможен порез со слабой задних конечностей и, возможно, даже проблемы с дыханием с инфекцией. Значит, лечение. Ну, рахит у нас, да, есть. Первый, значит, рахит, это когда, первая и вторая стадии, когда конечности, в принципе, работают нормально у нас и отсутствуют такие симптомы, как кровотечение, порезы и отечность, да, тогда можно вводить глюканат кальция 10-процентный, но его нужно внутримышечно глубоко, он идет в дозировке 2 мл на килограмм. Или кальция глюканата, 20-процентный раствор, кальция борглюканата, его можно вводить подкожно, поэтому он более удобный, глюканат кальция, это 1,5 мл на килограмм. Но тут нужно учитывать то, что 1,5 мл на килограмм вы не введете в мышцу, ну, такой большой объем, да, то там где-то рассчитывается по 0, там 2 мл на мышечной, и подкожу уже можно чуть больше. Каждый, там, можно либо каждый день, либо через сутки колоть, в зависимости от степени, до 14 дней. Ну, совместно можно или убить, раз в 2 недели, в начале, да. Можно назначить панангин, так как там слежится калий и магний. Вот. Он способствует также, чтобы кальций шел у нас в панцире-посте. Если черепаха у нас при этом кушает самостоятельно, то витаминные добавки можно сыпать на подкормку. Но, навряд ли они, чаще всего они так не едят. Вот. И ультрафиолетовая лампа, поэтому у них должна быть световой день, у них 10-12 часов. Если черепаха никогда, ну, никогда не сидела к этой ультрафиолетовой лампе, то ей лучше начинать постепенно под ней находиться. Рацион корректируется, добавляются витамины, да. Лечение длится до 8 недель. Если у нас отмечаются уже порезы, конечности, да, переломы, кровотечения, отдышка и литургия, то такое лечение у нас будет длиться до 3 месяцев долго, может дольше. Значит, обязательно нужно следить в течение всего времени и в течение даже долгого времени после лечения за тем, как кормить черепаху. Да, если есть возможность, конечно, здесь просьба можно за показателями пояс видеть, но если честно, у меня не получалось. Вот. Значит, витамины сейчас перечислю. Значит, просто один витамин А и надо, то есть по иллювитам содержится, по-моему, АДЕ, да, если по отдельности Д3 им не применяют, В12 им не делают. Можно В1, В6 и Е. Вот. Поэтому в этом случае им, конечно, чаще люди значит, применяют и ультрафиолет. Вот. Здесь, наверное, все. И, да, здесь все по лечению. В принципе, что хотелось сказать. Вот. Просто если нужно дозировать какие-то препараты и посмотреть, какие нужны, и есть специальный калькулятор, чтобы не заморачиваться с просчетами, вам нужно там просто взвесить черепаху, поставить вес черепахи, и он вам рассчитает, сколько ей нужно уколоть дозировку. Ну, так как бы удобно рассчитывать. В принципе, все. Если есть какие-то вопросы, можете сдавать. Пожалуйста. Вам тоже спасибо за уделенное время. Вот. Ну, я вроде скидывала в группу. сайт, на котором можно просто калькулятор и вставить. Вам тоже спасибо. Если вопросов нет, тогда я вас не буду задерживать. Всем спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok